С 1 июня 2014 года курильщиков окончательно ограничили в их пристрастии. Теперь курение запрещено практически везде, кроме дома и собственного автомобиля. Антитабачный закон заработал в полную силу, но не все однозначно к нему относятся. Совершенно правильно ввели закон, то есть полностью согласен. Думаю, что это, наверное, правильно. Почему? Потому что, в принципе, и дети в городе ходят и смотрят, как бы... Я думаю, пляж-то точно не место для курения, и общественное место, в принципе. Но я считаю, что это правильно. Плохо, наверное. Наверное, в машине буду сесть курить. В машине? Раз места для курения нет. Либо вообще запретить, либо я не знаю, как. Где курить, если люди курят. Тогда вообще площадь отвечать надо. 30 лет не курю и не советую никому. Отныне курить запрещено на территориях вокзалов. Смоленская полиция отправилась в рейд на автовокзал проверить, как смоляне соблюдают антитабачный закон. Сегодня с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов курения табака в общественных местах. Так, буквально за один час времени к административной ответственности привлечено за курение табака в общественном месте около четырех человек. Граждане, некоторые знали о том, что вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах. Некоторые только от сотрудников полиции об этом узнали. Теперь трудно найти не только где покурить, но и где купить сигареты. Стенды с пачками сигарет закрыты от глаз покупателей. Свой товар курильщики могут найти по прескуранту, лежащему в открытом доступе на витрине. Как признали сами продавцы, всего за три дня они почувствовали введение закона на выручке. После введения вот этого закона, когда закрыли, сократились продажи. Мы чисто нечисто. Деньги не было. Конечно. Ну все, конечно. Все думают, что их нет. Антитабачный закон действует уже почти год, но не в полную силу. Теперь закон введен в действие окончательно. Курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах запрещено. Второй кур. Второй окур. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Кстати, запрет на курение положительно сказывается не только на здоровье смолян, но и на местном бюджете. Так, с ноября 2013 года от штрафов за курение в казну поступили 180 тысяч рублей, а в текущем году 340 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...